Я как будто в каком-то корейском историческом фильме. У нее здесь был отапливаемый пол. Вся энергия от места идет сюда, в центр. Я уже одел национальный корейский костюм. Здесь в разное время были рождены разные короли или принцы. И у них есть Royal Palace Coffee. Это кофе королевского дворца. Здесь свой, наверное, Собянин есть, судя по плитке. Субтитры создавал DimaTorzok В Сеуле сохранилось пять королевских дворцов, хранящих историю династии Чусон. Меня зовут Егор Еремеев, вы на моем одноименном канале. Я продолжаю знакомиться с Сеулом. В прошлом выпуске мы говорили о районах. В этом же нам предстоит перенестись в прошлое и прогуляться по главным дворцам Сеула. Но давайте начнем немного с другого. Вот так выглядит карта метро Сеула. На корейском и маленькими вот там вот на английском. А знаете еще какой лайфхак очень важный, кстати, здесь? Я не пользуюсь здесь гугл-картами, потому что они здесь не работают. Ну, точнее, как бы работают, но очень плохо. Короче, я скачал отдельное приложение. Есть, называется Naver Map. Это их местная. И, короче, с ним все понятно. Вбиваешь там, какой тебе нужно пункт назначения. И он также на корейском и на английском. Станции у меня вот даже на английском там показаны. Площадь Квангвамун. В этом районе раньше базировались многие высшие правительственные организации династии Чусон, включая улицу Югдзо. Эта улица была основана еще в 1395 году и начинается она от ворот Квангвамун. На ворот это вход во дворец Кёнбок-кун. К нему мы еще вернемся. Раньше улица служила широкой магистралью во времена Чусон. Что-то типа Невского проспекта в Питере. Здесь на площади можно заметить уголок, где что-то копают. Что это? Это археологические раскопки. Слои, обнаруженные во время раскопок, разделяют на 4 основные периода. Ранний период династии Чусон, 14-15 века. Японское вторжение в Корею, 16-18 века. Эпоха восстановления дворца Кангвокун, 19-20 века. А где четвертый слой? А это то, что было до всего этого. Когда здесь не было дорог, а были реки и ручьи. Внутри каждого слоя были обнаружены кусочки фарфора, черепицы и фаянсы. На западной стороне улицы были обнаружены дренажные сооружения, стены и колодцы. До раскопок улица была видна только на старых картах Сеула и в старых документах типа Чусон Ван Джо Село. Переводится как аналы династии Чусон. Благодаря этим раскопкам становится очевидно, что улица действительно существовала на протяжении многих веков. Сейчас площадь это культурное и историческое пространство, находящееся между дворцом Кенгвокун и ручьем Чхонгечхон. Вы знаете, первое впечатление? Я вышел просто на улице и чуть-чуть прошелся, вышел из метро. Очень-очень стильненько, модненько. Заведения такие прикольные. Сразу же какие-то арт-объекты стоят. Абсолютно разная архитектура и аккуратно. На площади находится фонтан в честь достижения адмирала Ли Сун Сина. Называется это место 1223, где 23 количество битв, в которых адмирал участвовал, а 12 количество кораблей, задействованных в этих битвах. Рядом с фонтаном установлена статуя самого адмирала, а чуть дальше стоит статуя короля Чусона Сэджона Великого, четвертого монарха корейской династии Чусон. Ли Сун Син – это величайший корейский адмирал, живший в 16 веке. Он же сконструировал первые в мире броненосцы кабуксоны. Их еще называют кораблями-черепахами. Они также являются частью монумента. Если среди зрителей любители бега, на площади ежегодно стартует Сеульский международный марафон, который финиширует на Олимпийском стадионе. Ну да ладно, пойдем во дворец. Я как будто в каком-то корейском историческом фильме сейчас. Кёнбок Кун, он же дворец Кёнбок. Это дворцовый комплекс, который был главным и самым крупным дворцом времен династии Чусон. Здесь жила королевская семья. Сам дворец – один из пяти больших дворцов, которые были возведены в период правления Чусон. Возведен дворец был в 1394 году, раньше улицы, с которой мы начали наше путешествие. Что логично, ведь ко дворцу должна была везти самая главная улица. Вот она там и появилась. Дворец сильно пострадал во время японского вторжения. Тогда некоторые из его частей были сожжены в 1592 году. Реконструировать его удалось только в 1860. Тогда комплекс включал более 300 зданий и 5792 комнаты. В 1911 году японцами было снесено 10 зданий дворцового комплекса, на месте которых появился дом генерал-губернатора Кореи. Мне удалось пройти сюда бесплатно. Сегодня бесплатный день. Плюс здесь проходят какие-то фотографирования, съемки. Здесь все бегают в этих национальных костюмах. И у меня такое ощущение, реально создается, что я или вот где-то там, не знаю, несколько веков назад сейчас нахожусь, либо просто в каком-то фильме про Древнюю Корею. Очень круто. Ощущение очень прикольное. И вот этот дворец вон в центре, получается, и окружен со всех сторон этими вот высотками, постройками. И такие очень прикольные ощущения. Смотрите. Зданы сооружения дворца в наше время. Тронный зал Кэн Джон Джон, который входит в список национальных сокровищ Кореи. Павильон Кэн Бо Куна, стоящий посреди искусственного озера на 48 гранитных колонн. Этот павильон изображался на купюре в 10 тысяч вон старого образца до 2007 года. Зал Сэн Джон входит в королевские служебные помещения. Там король работал над государственными делами, проводил утренние заседания совета, административные отчеты и обсуждения. Это был простой рабочий кабинет с одним этажом. Хотя соседние здания были обставлены мебелью и отапливались традиционной корейской системой Андоль. Старинный корейский аналог теплого пола. Считается, что первые такие системы были придуманы более 2000 лет назад. Под полом были дымовые коридоры, которые сверху закладывались плиткой. А топка располагалась снаружи помещения, куда подкидывались дрова. Перед залом Сэн Джона находится галерея. Тут хранились королевские вещи. Правда, в 1867 году здание было перестроено, что часто происходит с приходом новых правителей. Очень круто, очень холодно, пока тут гуляешь. Но меня согревает, знаете что? Что другим людям тяжелее. Те, кто снимаются здесь, фотографируются в этих национальных костюмах без шапок, без каких-то обогревателей, без пуховиков. Вот им холоднее, чем мне. Вы можете посетить национальный музей Кореи и посмотреть на копию часов из дворца. На бронзовом циферблате выигравлено 7 продольных и 13 широтных линий, обозначающих часы и времена года соответственно. Когда солнце движется по небу с востока на запад, тень совпадает с часовыми линиями, чтобы указать время суток. Самые ранние оригинальные солнечные часы, изготовленные во времена правления короля, были утеряны. Эти же часы, музейные, наиболее точная копия. Классно. Мне прям очень нравится. Во-первых, бесплатно. Еще раз повторяюсь, когда бесплатно, оно сразу же становится в два раза лучше. Во-вторых, территория вот этого дворца, она большая. Здесь гуляешь, вот эти все здания, сооружения разные. Я уже забыл, ну вот оттуда я пришел, но плюс-минус я уже запутался, значит, где, какое здание, что обозначает. Можете представить себе территорию, это не три домишки. Мне кажется, что нужно, чтобы хорошо все это обойти, наверное, ну час точно. И здесь еще показана, да, там какая-то информационная часть вот этого всего, вот, где, чего, как это одна из секций. Понимаете, это секция три, зона третья. Ну вот, таких зон здесь куча. Субтитры создавал DimaTorzok Это обзор на номер, на мой. Самое главное, номер он небольшой, но при этом он удобный, комфортный. Здесь все есть, все работает, есть свои фишки. Это то, что волнует многих, потому что многие слышали, но никогда не видели. Вот эти вот знаменитые туалеты. Вообще-то должен был быть обзор на номер, но так получилось, что это стал обзор на туалет. Во-первых, это все дело подогревается. То есть вы садитесь здесь, видите, вот такая вот штука, вы садитесь и тепло. Сразу вам пик и еще даже сильнее начинает подогревать. Вот это, это разные варианты, короче, мойки. И вот это, это, короче, ветерок. Закрываем крышку, это еще не все. Интересное название, инус. И тайна, на самом деле, вот это, это не унитаз. Это, это крышка просто. То есть вот эту крышку такого плана, ее можно установить на, ну не на любой горшок, но на, как бы, на горшки. То есть это электронная вот эта вот крышка с кнопкой. Линк я прикрепляю. Ладно, линк не выделил никакого, это не реклама. Ладно, надо двигаться дальше, снимать. На улице вот, видно вам, солнце, солнце, а минус 7, минус 7. По моей тени можно представить, что я уже одел национальный корейский костюм, но нет. Почему здесь вообще большое количество вот этих вот корейских магазинов с корейской одеждой? А потому что храм. Потому что приходите сюда, арендуете эту одежду, идете в храм фотографироваться. Отправляемся в следующий по важности дворец, Чхан-Док-Кун. Дата постройки 1405 год. Это, кстати, не дворец, это только ворота. Вход в дворец, рядом билетная касса, и в билетной кассе сразу же кофе продают. И у них есть Royal Palace Coffee. Это кофе Королевского дворца. Хотите покажу, как это выглядит? Как в баночках, как пиво продаются. Вот, смотрите. Такие баночки. Холодный кофе, Royal Palace Coffee. Разные. Прикольно, да? Если бы там тоже у нас какие-нибудь храмы, вы приезжаете. То же самое по Золотому кольцу, когда ездишь. У нас продают там всякие наливки, там еще что-то. Но кофе у нас не делают, да? Я не знаю. Вы знаете, где-то у нас какие-то достопримечательности, где вы делали кофе свое? В баночках продавали. Главный вход во дворец. Это ворота Дон Хвам Мун. Они использовались в торжественных случаях, например, когда король отправлялся на процессию. Придворные использовали другие ворота Ким Хо Мун с западной стороны. Центральная часть дворца, зал Ин Джон Джон, находится на востоке. Попасть в него можно, перейдя мост Ким Чон Ге после въезда через главные ворота. Вошел я на территорию. Здесь открытое пространство. Сразу же открытая такая небольшая площадь. И вот эти деревья. Я не просто так снимаю эти деревья. Вот эти деревья. Здесь три штуки их. Там еще одно снаружи. Этим уже деревьям по 400 лет. Внутри главных ворот по обе стороны растут 8 деревьев пагод. Эти деревья можно увидеть на картине Дон Гвалдо. Роспись восточных дворцов. Датируется примерно 1830-ми годами. Считается, что они вероятно были посажены, когда Чхан Док Кун восстанавливался после того, как был сожжен во время японского вторжения в 1592 году. Посадка этих пагодных деревьев напоминает сцену из конфуцианского текста, в котором говорилось, внутри главных ворот дворца были посажены деревья пагоды, под которыми три министра обсуждали государственные дела. История интересная штука, да, ребят? Раньше здесь жили королевские особы, здесь жили придворные. А сейчас я могу гулять здесь, ходить вообще практически один. Ну, и она еще. Да, мы можем здесь гулять, мы можем фотографировать. Всего-то какие-нибудь лет сто назад, да, мы бы так спокойно здесь не походили, не потусовались. Мое впечатление... Классно. Очень, очень вдохновляет. Дает какую-то определенную энергию, потому что когда ты гуляешь здесь, чувствуешь, да, что-то особенное. И плюс все вот эти вот здания, все вот это, оно все сделано с учетом места. Горы, вот эти вот деревья. И понимаешь, почему они выбрали это место. Не просто так. Все это дело сделалось. При строительстве дворца учитывались принципы фэн-шуй. Дворец расположен в соответствии с географическими особенностями местности, окруженный горами, что обеспечивает защиту и гармонию с природной средой. Гора Букхан находится севернее дворца, создавая защитный барьер. Важной особенностью дворца являются водные элементы. Искусственное озеро Бёнвонджи и островок Хванвондо. Эти водные элементы добавляют красоты, но и символизируют, что кто смотрел предыдущую часть. Вода символ чего? Процветание и благополучие. Здания построены в соответствии с традиционными корейскими архитектурными принципами. Простота, естественность материалов, гармония с окружающей средой. Крыши здания изогнуты вверх на концах, что придает им утонченность и эстетичность. А использование дерева подчеркивает связь с природой. Вот это здание в центре, оно находится немножко на возвышенности. Это тронный зал. Главный тронный зал. Здесь проходили коронации. Важным моментом здесь является то, что место было выбрано так, что считалось, что здесь максимальная энергетика, то есть вся энергия от места, от местности, от гор идет сюда в центр. А сейчас прикольно, отсюда можно видеть как раз вот как за вот этими стенами современный Сеул. Плиты такие на полу здоровенные. Прям как Москва белокаменная. Тут вот у нас Сеул белокаменный. Здесь свой, наверное, Собянин есть, судя по плитке. Но не Собянин, а, наверное, корейский. Собян Ли или Пак Собян. Пак Собян, наверное, вот такое. Дворцовый комплекс Чандо Кун поделен на дворы. Когда впервые сюда попадаешь, кажется, что здесь все немного запутано. Но на самом деле расположение и ориентация зданий в дворцовом комплексе не случайны. Они отражают конфуцианские идеалы и корейские традиционные верования. Пространственное разделение для государственных церемоний, жилищных и административных нужд следует строгой иерархии, характерной для корейского общества того времени. Архитектура дворца является выдающимся примером традиционного корейского искусства строительства. Каждый элемент спроектирован так, чтобы достичь гармонии между человеком и природой, отражая основные принципы восточной философии. Я не особый знаток королевских корейских имен, но суть в том, что вот эта территория и вот эти домики здесь по территории, это все королевские домики. И здесь в разное время были рождены разные короли или принцы. И если здесь походить, здесь вот есть в одном из домиков инсталляция прям там с чашечками и так далее, походить, почитать эти таблички, то в одном каком-то домике был рожден один, в другом был рожден другой. Вот в этом домике принц любил читать, а в этом король принимал гостей. А вот эти два здания, раз, два, это была резиденция королевы. И здесь еще интересный момент, что у нее здесь был отапливаемый пол. Какие еще здесь были примечательные постройки? Запомните это, если вы не кореец, нереально, но мы постараемся. Зал Хуэй Джон Дан, кабинет короля, а также его спальня. Но имейте в виду, что то, что мы видим, это перестроенное здание с использованием материала, взятых из резиденции короля во дворце Кенбаку. Как понять, что здание не оригинально? Перед зданием есть подъездная дорожка для автомобилей, электрическое освещение и мебель в европейском стиле. Резиденция Йонгюн Дан, центр конфуцианства и неоконфуцианства. Зал Сон Джон Джон, это офис официальных лиц. Он построен на востоке от главного дворца. И здесь король работал, принимал там разных чиновников, смотрел, что там сделано, что не сделано. Еще уникальность этого здания в том, уникальность этого офиса, это единственное здание, у которого сине-зеленая крыша, короче. По-богатому, да, такой сине-зеленый цвет. Все остальные здания у них черная черепица. Я уверен, что вы обратили внимание на корейскую черепицу. Традиционная корейская черепица имеет изогнутую форму. Это помогает эффективно отводить дождевую воду с крыши. Эстетически черепица придает крышам элегантный вид с плавными линиями. Для изготовления такой черепицы используются натуральные глинистые материалы. Это обеспечивает долговечность и устойчивость к различным погодным условиям. Каждая черепица перекрывает следующую таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту от проникновения воды, а также ветра. Плюс к этому применяются специальные конечные черепицы для краев крыши, которые не только выполняют функциональную роль, но и служат декоративным элементом. Сама крыша в корейской культуре это еще один символ. Что он символизирует? Защита и укрытие. Изгиб крыши и форма черепицы могут символизировать гармонию и равновесие между человеком и природой. Принцип укладки корейской черепицы называется замок. Что это такое? Взаимное перекрытие черепиц таким образом, чтобы каждая черепица зафиксировала две соседние. И здесь есть части, за которые нужно дополнительно платить. То есть вы зашли, заплатили одну денежку, потом вторую, потом третью. И вот самая дорогая денежка, которую надо заплатить, это вход в секретный сад. Секрет гардер. И вот здесь много веков, потому что все короли, королевские особы очень сильно любили это место. И вот здесь много веков. Секрет гардер. На территории дворцового комплекса есть секретный сад. Находится он на заднем дворе, площадь его около 32 гектар. Был создан специально для королевской семьи, поэтому и назывался секретным садом. Здесь находится пруд с лотосами, павильоны, лужайки, цветочные клумбы. В саду растет 26 тысяч деревьев, нескольких сотен видов. Здесь король со своей свитой занимался охотой, рыбалкой, проводили банкеты и даже, вы удивитесь, в некоторых павильонах проходили госэкзамены для набора новых чиновников. Сколько времени у вас уйдет, чтобы посмотреть все это великолепие? Минимум 2 часа. Минимум. Это чтобы погулять относительно в нормальном темпе. Это чтобы почитать историю, познакомиться с зданиями, заглянуть в какое-нибудь здание. А если вы хотите прям все-все-все насладиться и так далее, то 3 часа. Вы и за 2 часа успеете насладиться. Но если вы там и сад, мы сад рекомендуем час, и там есть гид, который вам объяснит, расскажет. Но я, честно говоря, чуть-чуть умакнул от гида. Она веселая, молодец. Такая вообще корейца веселая, хорошие такие, приятные ребята. Интересно, но для меня для первого раза просто там 3 часа, да? Очень много информации. Очень. Надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось и было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь. На втором канале Smaps Education я подготовил выпуск про самый старый университет Кореи, которому уже 600 лет. Начинал он свою историю так же, как центр конфуцианства. Если вам интересна учеба в Корее, детские лагеря в Корее, заходите на второй канал, подписывайтесь, смотрите ролики, в которых я стараюсь показать учебные заведения, рассказать об их особенностях обучения. И не забывайте, что я и компания есть во всех соцсетях. Телеграм, Инстаграм, ВК и так далее. Там всегда можно задать вопросы, посмотреть полезные посты и так далее. Подписывайтесь. Туда же мы публикуем всю информацию о наших выставках, которые проходят несколько раз в год в разных странах, куда мы приглашаем представителей зарубежных учебных заведений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова